Друзья, всем привет! С вами канал Живая Русская Баня. Меня зовут Владимир Рефремов. И сейчас будет рейтинг печей и объяснение, почему я так распределил этот рейтинг. Начнем с объяснения. Я сильно не подготавливался. Сейчас я пламестера найду. Я только посмотрел вот себе здесь буквально вот такую вот маленькую пояснительную записку. Взял у вас сейчас то, что у меня здесь на листке написано. Прям будет скриншотами из поисковика, как я смотрел эти температуры. Я себе просто выписал температуры. Смотрите. Когда снимаешь видео, показываешь, говорят, что ну да, печка, печка, но это не кирпичная печь. Вот у меня там в детстве была кирпичная печь, у меня там была баня по черному. Вот это вот идеал настоящей русской бани, вот это идеал настоящей русской печи. Давайте поговорим немножко про это, потом перейдем к более современным печам. Печь по черному. Я здесь себе место оставлю, чтобы в дальнейшем рисовать. Пока начну вот здесь вот показывать. Смотрите. Какой-то постамент из кирпича, либо из металла сваренного, либо еще из чего-то. Здесь лежат камни. Каким-то образом они навалены, какие-то ограждения у них сделаны или еще что-то. Снизу горит огонь. Огонь красным. Красным его нарисуем. Здесь горит огонь. И этот огонь проходит через камни. Баня по черному. Мы получается самим источником тепла, горением дров, образующимся пламенем, мы прогреваем камни со всех сторон. У нас получается огонь проходит и облизывает все камни. У него нет никакой преграды. Он сразу же нагревает саму каменную закладку. Потом эти все угли убираются. Камень у нас разогретый. На камнях сначала образуется сажа, потом она от температуры выгорает. Камни становятся чистыми, ну, с беленьким налетиком. И мы с этих камней уже начинаем получать пар. Классно. Все, мы максимально эффективно нагрели камни до высокой температуры. И потом используем температуру этих нагретых камней для получения пара. Если мы возьмем кирпичную печку, ну, кирпичные печи, они бывают очень сильно похожие на металлические, где между огнем и самим камнем есть какая-то металлическая прослойка, чугунная прослойка, либо еще какая-то. Есть печи-периодички, где, в принципе, практически все то же самое, только закрыто в кирпичный саркофаг. У нас горит огонь. Этот огонь проходит через камни, и дым удаляется уже не через само помещение парное, а через дымоход. Соответственно, у нас парное помещение не марается вот этой вот сажей, которая бы проходила через парилку. Камни, опять же, нагреваются прямым воздействием огня. Огонь проходит через эти камни, камни очень сильно разогреваются. Здесь могут быть не только камни, а в большом количестве коммерческих бань, у кого есть печи по черному, печи по серому, там заложен чугун. Потому что чугун, он более теплоемкий, чем камень. Соответственно, закладка эта нагреется и дольше будет держать само тепло. Все, с этим, в принципе, разобрались. Огонь сразу же проходит через камни. А какие у нас есть вообще... Какие у нас есть вообще... Виды нагрева каменной закладки. Какие у нас есть виды передачи тепловой энергии от огня к самому предмету, который мы хотим нагреть. Их три вида. Первый вид это у нас теплопередача. Это когда один нагретый предмет передает температуру второму нагретому предмету. Они соприкасаются, эти нагретые предметы. Второй вид теплопередачи это конвекция. Когда нагревается воздух, и этот воздух передает энергию другому предмету, который тоже от нее начинает нагреваться. Это, допустим, стены в парном помещении, если вы нагреваете их конвекцией. И третий вид теплопередачи это у нас лучистое тепло. Импрокрасная передача тепловой энергии. Так вот, если у нас идет каменка закрытая, допустим, ну из любого материала просто закрытая каменка. Вот он короб закрытой каменки. У нас огонь облизывает эту закрытую каменку со всех сторон. У нас сначала нагревается стенка этой закрытой каменки. И от стенки передача тепла уже начинает идти на сами камни. Я вот здесь побольше нарисую. Вот это вот камни в закрытой каменке. Они где-то соприкасаются с самой каменкой, с металлом самой каменки. Здесь происходит нагрев двумя способами. Первый способ это теплопередача. Вот в местах соприкосновения металла и камня у нас идет теплопередача. Идет еще лучистое тепло. Стенки, каменки нагреваются, там до красного свечения нагреваются. Это тепло начинает передаваться на сами камни. Теплопередача, она эффективнее лучистого тепла. Ну вот это вот место будет нагреваться быстрее. Красным маркером сделаем. Это место будет нагреваться быстрее, чем через лучистое тепло. И у нас, чтобы нагрелись следующие камни, которые вот здесь вот выше камни будут лежать. Нам нужно, чтобы нагрелся этот камень, этот камень будет передавать температуру сюда, этот камень будет передавать температуру сюда. Ну и соответственно, если мы посмотрим всю каменку, то нижние камни, боковые камни, где у нас проходит теплопередача, где у нас камни прижаты к боковым стенкам, будет нагреваться сильнее, нежели ядро самой закрытой каменки. Этот момент разобрали. Получается, самая эффективная передача тепловой энергии, это когда у нас тепло, огонь облизывает саму каменную закладку. Но в закрытой каменке невозможно это сделать, потому что у нас огонь не проходит через сами камни. Следующий момент. Очень многие тут, история по интернету ходила, что от чугуна может что-то отходить, пылить в само парное помещение. Я уже много раз об этом говорил, что гораздо больше пыли происходит из-за того, что у вас жесткая вода, осадок в каменке образовался, что у вас камень начинает разрушаться и он начинает пылить. А помимо этого, почему мы и в этом рейтинге у меня не будет таких печей? Почему мы отказались от печей из черного металла? Сталь 20, 09 ГДВС. Вот смотрите, температура горения березовых дров составляет порядка 800 градусов. Если дрова сырые, она может быть ниже. Если дрова сухие, она может быть выше. Температура в ядре этого пламени одна, на языке этого пламени другая. Но если мы в Яндексе загуглим, Яндекс вообще показывает температуру от 800 до 1000 градусов. Но это прям и вообще идеальные дрова должны быть. Так вот, температура горения, ну возьмем вот так вот, 800 градусов. Температура окалина образования. Вот если вот эта вот каменка у вас из черного металла, опять же обратимся к Яндексу. Температура окалина образования у стали 0,9 ГДВС 450 градусов. Соответственно, у нас в каждую топку будет окалина образования. Потому что температура горения дров гораздо выше температуры окалина образования у черного металла. Температура окалина образования у чугуна 750 градусов. Опять же, обратились к Яндексу и посмотрели эти цифры. 750 градусов. У чугуна есть еще такая закономерность. Я тоже сюда график вставлю. Он, вот если вот это вот мы сделаем график температуры и времени, то у нас чугун начинает нагреваться достаточно активно до 600 градусов. Теплопередача у чугуна максимально эффективна до 600 градусов. Далее, при повышении температуры, теплопроводность чугуна начинает резко снижаться. И после 600 градусов у него прям такая пологая кривая начинает идти. Соответственно, чугун начинает эффективно нагреваться до 600 градусов. А нам больше для закладки и не надо. Дальше он, если вы даже будете топить хорошими березовыми дровами, у вас температура не достигнет температуры окалинообразования на чугуне. Потому что температура окалинообразования 750 градусов. А температура горения березовых дров по 700. И то это в ядре самого пламени. Мы, получается, в нашем производстве и в продаже печей, которые мы продаем, отказались от печей из черного металла. И рекомендуем людям, мы ставим в свои бани печи либо из чугуна, либо с каменкой из нержавейки. Каменка из нержавейки. А что в нее заложить в эту каменку из нержавейки? Я считаю, что если вы отказались от чугуна в пользу каменки из нержавейки, то каменка из нержавейки должна быть максимально большая. Насколько это возможно максимально большая, чтобы у нас был заряд внутри этой каменки. Потому что нам нужно нагреть большой заряд самой каменки, для того, чтобы нам было достаточно пара, так как подтапливание печи будет неэффективно. Объясню, почему подтапливание печи будет неэффективно. Смотрите, когда мы активно топим саму печку, у нас идет активная топка печи. Это значит, что у вас сама каменка заложена примерно на 60-70%. Тогда у нас этого огня хватает для того, чтобы облизать огнем всю каменку и максимально передать энергию вовнутрь этой каменки. Если у нас там лежит одно-два полежка чисто для твения, это вот как взять, допустим, спичку. Вот жалко, спичек у меня нет. Вот я одну спичку подожгу и вот так над рукой буду держать. И мне будет не горячо, будет просто тепло. А если я возьму 10 спичек и подожгу, и вот так вот под рукой буду держать, мне будет гораздо горячее. Я могу руку обжечь из-за того, что пламени и энергии там будет гораздо больше. Так вот, когда мы изначально натапливаем нашу каменку, нагреваем вот этот вот большой массив закрытой каменки, мы делаем активную топку для того, чтобы у нас закрытая каменка нагрелась. Если мы в дальнейшем, нам надо подтапливать каменку, так как она у нас проседает, для того, чтобы она набрала температуру как минимум от 300, а лучше 400-500 градусов, с которых мы будем получать пар, нам нужно, чтобы в ней было максимально активное горение. Нам будет недостаточно одного-двух полежек для того, чтобы поддерживать горение. Так как этими одной-двух полежек нам... Мы нагреем каменку только там до 200 градусов, до 250 градусов, максимум до 300 градусов, потому что у нас энергии будет очень мало выделяться из одного из двух полежек. Нам нужно, чтобы у нас тогда энергии внутри топки получалось достаточно много. Но что тогда будет происходить? Если мы активно будем все время пользования бани топить печку, у нас каменка будет восполняться температурой, но у нас очень много энергии будет выходить еще от боковых стенок этой печи. И мы тем самым будем перетапливать само парное помещение. Сейчас переходим к рейтингу печей. Я сразу же скажу, первое место в этом рейтинге это печи Дефест. Любые печи Дефест. Если у вас хватает денег, то возьмите печку Дефест. Почему? Я вот специально здесь каменку взял. Смотрите. Вот мы первый вариант разбирали, когда у нас горит огонь и нагревает теплоаккумулятор, с которым мы будем получать пар. Теплоаккумулятором могут являться камни, чугунные шишки, болванки из державейки. Если огонь будет их облизывать, у печей Дефест, у единственных, у кого вот эта вот верхняя каменка, пассивная такая вот. Вот эта каменка весит, по-моему, килограмм 30. Не, наверное, не 30, 25. Но это самая маленькая, это от грозы 18. Она является теплоаккумулятором, с которого мы получаем пар. Помимо закладки камней, вот в закрытую каменку сюда еще входит порядка 40 килограмм жрадеита, вот эта вот сама каменка является теплоаккумулятором, с которого получаем пар. А как она нагревается, эта каменка? Есть ли у нее какие-то вот эти вот прокладки, где огню нужно что-то нагреть и куда-то передать? Нету. У нас огонь облизывает саму каменку. Он нагревает сам теплоаккумулятор. Вот как у нас в бане по-черному огонь нагревает сразу же заклад, как в кирпичных печах периодического действия. Огонь облизывает сами камни и выходит в дымоход. Также у нас огонь в печи Гефест, в печи Технолита, раньше они назывались Гефест, сейчас Технолит, огонь облизывает сам заряд каменки. Вот он у нас вот эту вот каменку нагрел, и мы с этой каменки получаем пар. Для того, чтобы пар был вкусный, чтобы теплоаккумуляция была больше, туда добавляются шишки, и добавляются камни. Но помимо этого Гефест еще сделал следующий момент. Ну, вот если мы вот эту вот шишку, кстати, не просто так у шишек, вот это вот с одной стороны есть плоскость. Если бы мы шишку, если бы у нее плоскости не было, либо это бы был шар, поставили в саму каменку, у нее бы была маленькая точка соприкосновения для теплопередачи от одного предмета к другому предмету. Поэтому с одной стороны есть вот такая вот плоскость, чтобы у нас сама шишка максимально прилегала к самой каменке, и была максимальная теплопередача от одного предмета к другому. Но помимо этого, сейчас у всех печей Технолита есть встроенные шишки. Здесь даже нету теплопередачи от одного предмета к другому предмету. Эти шишки являются конструктивной составляющей самой каменки. Они нагреваются с самой каменкой, с обратной стороны их облизывает огонь. Соответственно, шишки мы добавляем для теплоемкости, и камни мы добавляем сюда уже для теплоемкости. Поэтому, ребят, если деньги позволяют, то печи Технолита, их много, там Гроза 18, 24, ПБ 0403, но не буду их себе перечислять. Меня он сейчас поправляет немного, я старую номенклатуру сказал. Гроза 18, 24, ГФС 25, 30, 40, 45, Гром 30, Гром 50, Гром 80. Ну, зайдете на сайт, сами разберетесь. Дальше идем к каменкам из нержавейки. Как уже сказал, каменки из черного металла я даже рекомендовать не буду, и в это видео включать не буду. Каменка из нержавейки должна быть максимально большая, как по мне. Марат, правда, Хаиров недавно тут видео делал, и говорил, что не бойтесь каменок маленьких, ничего страшного. Я считаю, что каменка из нержавейки должна быть большая. Максимальная температура у нее будет снизу и по бокам. У Слады 20, низ плоский, и это ее плюс. Я бы, я вообще уже об этом разговаривал в самом начале, не на видео разговаривал, с производителем разговаривал. Я бы, знаете, что вот в эту вот каменку еще сделал, не знаю, может быть, когда-нибудь ко мне прислушиваются. Я бы на низ этой каменки сделал бы болванную чушку. Прямо чугунный блин. Но его нужно туда будет засовывать до того, как вот верхнюю крышку эту заварят, чтобы была максимальная теплопередача от низа каменки сразу же на заклад каменки. Представляете, там бы лежала внутри такая чугунная бляха весом килограммов 15, которая сразу же бы принимала тепло вот от этой нержавейки на себя и мы с нее получали фар. А помимо этого она бы еще служила защитой для деформации вот этого вот плоского низа. Но она бы удерживала на себе весь заряд, который лежит сверху. Сейчас мы в эту каменку закладываем либо турбокатушки, либо чугунные шишки. теплоемкость чугуна и нержавейки она не шибко значительная, там порядка по-моему 15 процентов. А вот теплопередача нержавейки и чугуна она достаточно значительная, она составляет порядка 50 процентов. Но это компенсируется толщиной. У нержавейки меньшая толщина в отличии от чугуна. Так вот. Поправлю еще раз. Чугун в 4 раза передает лучше теплоэнергию, чем нержавейка. В 4 раза, не 50 процентов. Меня тут опять поправляют. Теплопередача чугуна мне сказали сейчас в 4 раза выше, чем у нержавейки. Не знаю, уточню, чуть позже зайду в интернет посмотрю, можете тоже зайти посмотреть. Так вот. Если для вашего парного помещения подходит, допустим, услада 20, я, вот как я бы для себя допустим брал, я бы, наверное, взял усладу 30, потому что у нее еще больше каменка. Она практически больше, по-моему, чем в полтора раза, чем у услады 20. и закрыл бы эту печку либо каменной облицовкой, либо кирпичной облицовкой, для того, чтобы у нас заряд каменки был максимальный, а тепло шло мягкое в самом помещении, вот это лучистое тепло, которое бы передавалось, потому что если у вас печка будет на пределе, вам нужно будет много ее топить, чтобы тепло восполнялось в этой каменке, но тем самым, если печка будет у вас в сетке, вы будете передапливать в само парное помещение, потому что достаточно много тепла будет уходить в само парное помещение. И сейчас немножечко пробежим по печам. Не, еще про сетки скажу. Вот многие говорят, вот эта печка красивее, нет, вот эта вот печка красивее, а по большому счету, какая разница, насколько печка красивая. Вы эту печку либо закроете в кирпич, либо закроете в камень, либо обложите сетку камнями. И всю красоту, какую будет видно, это камни, которые вы в нее заложили, вот в эту сетку и саму сетку. А саму печку-то вообще видно не будет, она будет спрятана где-то там далеко под камнями. Так, этот момент проговорил, и сейчас давайте по печам немножко пробежимся. На первом месте гефест. На втором месте по соотношению цена, качество и пар это услада. Дальше, если вы хотите печку из нержавейки, но хотите, чтобы она была максимально красивая, посмотрите из стим. Помимо этого, если вы хотите каменку из нержавейки, топку из чугуна и красоту, офигенные облицовки у иншком центра ВВД. И наверное, больше в этот рейтинг я никого включать не буду. Вот четыре печи. Гефест, услада, из стим, ВВД. А дальше вам выбирать на свой вкус и кошелек. И я еще не говорю про печи, которые я лично не пробовал. Если я печь не пробовал, я про нее говорить не буду. Но я целенаправленно сюда сейчас не включил другие печки с каменкой из нержавейки, так как у них каменки меньше. Есть допустим атмосфера. Есть у них сейчас с большими каменками. Смотрите, можете их рассмотреть. Я кстати, мне человек написал, я скоро поеду в Екатеринбург, будет тестировать печку атмосфера. Я как обещал съездить, показать честный обзор, так же съезжу и покажу честный обзор. Вот такой видос у нас получился. Пальцы вверх, вопросы в комментариях, первые сутки какие вопросы придут, я там поотвечаю, больше я особо на видео в комментарии не захожу, не отвечаю. Если мне ходить по всем видео и смотреть везде комментарии и отвечать, но это мне только этим придется заниматься. Так что пальцы вверх и всем пока!